Должники в потоке. Судебные приставы совместно с госавтоинспекцией провели рейд Дибитор. Автолюбители останавливают на выезде из города в Борском направлении. Помимо обычной проверки документов, водителей пробивают и по специальной базе должников. В чист счастливого пути. Если нет, придется раскошелиться, либо вовсе остаться без имущества. Судебный пристав-исполнитель накладывает арест на имущество в данной ситуации. Если он на автотранспортном средстве, ему принадлежит это транспортное средство, то мы накладываем арест на автотранспортное средство, если он не сможет оплатить за должность, образовавшуюся в данный момент. Передаем на ответственное хранение должнику, и в течение 10 дней он должен обязан оплатить эту задолженность. Либо уже мероприятие в исполнении обращением взыскания на автотранспортное средство. В случае, если задолженность небольшая, то можно обратить взыскание, наложить арест на мобильные телефоны, машины, планшетники, магнитолы, то есть даже что в автотранспортном средстве находится. Конечно, поймать должника в потоке машин – дело случая. Тут как повезет, ведь законопослушных граждан все-таки больше. Штрафы за нарушение правил дорожного движения, конечно, некоторым приходят, но многие с оплатой не затягивают. За парковку, за скорость. Вот как сразу оплачивали и почему? Ну, оплачиваем сразу, потому что сейчас ввели закон о том, что если плачешь сразу, то за 50%. Это лучше, чем в полной стоимости. У меня, конечно, один штраф на неправильно пристегнутого ребеночка, но я исправилась, я купила. Оплатили сразу? Ну да, да. Я за границу езжу иногда, и вообще, ну да, то есть, зачем с долгами жить? Не знаю, я соблюдаю законодательство Российской Федерации, я здесь живу. Тем не менее, статистика свидетельствует, за первый квартал этого года в службе судебных приставов региона выросло число исполнительных производств под административным штрафом ГИБДД. На сегодня их более 140 тысяч. По сути, выявлять приходится водителей, которые копят долги сознательно. За три месяца 2016 года было составлено около 40 тысяч административных материалов на сумму более 4 миллионов рублей. На сегодняшний день у нас оплачено более 95% административных штрафов, наложенных в этом году. Ну, остались единицы водителей, владельцев транспортных средств, которые не уплачивают в установленное время сроки. Как показывает практика, подобные рейды приносят конкретные плоды. Ведь прежде чем сесть за руль, должник задумывается. Остановить могут где угодно, при этом наложить арест на имущество, в том числе и на автомобиль. Стоит ли ждать этого за неоплаченный штраф или долг, каждый решает сам.